Бэкст, 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 он там! Быстрее, туда! Приветищи! Мы находимся, ты уже увидел, где в картонном мире продолжаем наши шикарнейшие бумажные путешествия. Вот это вот какофония, которую ты видишь из башенек. Это я пытался взобраться наверх и сделать красивейший панорамный вид сверху. Ну, всё пошло не по плану, я свалился и, короче, пошло оно всё в топку, вот. Чем мы сегодня займёмся? Ах, да, я ещё совсем забыл сказать, я же... Выходный отстанет меня гоблин, блин, пойду я лучше в домик забегу, потому что я совсем голожопый, картон у меня совсем ничем не прикрыт, вот так вот, заберусь сейчас на кроватку. О! Короче, небольшая предыстория. В новогодние каникулы я отправился путешествовать, открывать карту. Ты посмотри, сколько я всего открыл. Лазил везде, где только мог. Надеялся найти что-нибудь чудное, прекрасное и необычное, но, к сожалению, кроме красивых видов я ничего не нашёл. Но я наткнулся на дронов пустоты. А поскольку я уже в такой шикарнейшей броне, там наполовину железа, наполовину медь, я решил на них напасть. Оказалось, что мы с ними, в принципе, по силам равны, либо я, либо они, но прибегая к хитростям, я их быстро ломал. Получил с них новые интересные штучки-дрюшки, например, вот такая вот батарея разряженная. И даже голова дроида выпала. Вначале я думал, что повешу где-нибудь на дом, чтобы было страшно, а потом выяснил, что она используется в колдовстве. К моему огроменному счастью, поблизости бродил элитный дрон пустоты, о котором мне все говорили. И, по идее, если я его сейчас грохну, то с него должен выпасть шикарнейший меч, который наносит огроменный урон и очень, эээ, плохо по прочности. Моему интересу не было предела, и я решил на него напасть. Но не лоб в лоб, потому что это все-таки элитник, он гораздо сильнее, чем я, и пришлось возвести грязевую башню. При помощи лука я его приманил. Естественно, он поднялся на мою кучу малу. Попытался мне навалять люлей, но оказался неправ. И в конечном итоге у Папа с моей вышки распластался своими шестеренками по земле. И, о чудо! Действительно, с него выпал шикарнейший меч. Ты посмотри только на него. Он реально светится, жужжит, как чедайский меч. И вообще, он очень круто выглядит. Но, к сожалению, прочность у него всего лишь 12, и это так мало. После я взял этот джедайский меч в руки и пошел опробовать его на других существах. Сила его была неимоверна. Резал он всех, как самое острое лезвие. Конечно же, ломать мне его так сильно не хотелось, что решил я оставить еще чуть-чуть запас прочности на всякий пожарный и забросил его себе в рюкзак. По пути домой. К моему огроменному сожалению. Как это часто бывает, сервер грохнулся. Ну, естественно, я вместе с этим сервером тоже грохнулся. И когда я зашел в следующий раз, я увидел голую пердулю картону. Ну, вот, в принципе, ты на нее сейчас смотришь, это картонное лицо смотрит на тебя. В общем, я все просрал. Да, жизнь такова. Вон, сыр поднимается. Ну, конечно же, мы знаем, что это не сыр, это луна. Но вся суть такова, что сервак здесь очень глючный и в любой момент ты можешь остаться ни с чем, как и я. Но поскольку мы с тобой это знали, я, конечно же, запасся ресурсами. Сейчас, закрывайся дверка. И у меня здесь, ты только глянь, каких ресурсов навалом в сундуке. Да, открывайся ты. Во! Ты глянь! У меня здесь дофигища золота. А также я еще успел немножко добыть кобальтовой руды. Ну, как, немножко. 52 руды, это немало, я тебе скажу. А это что? А это вольфрамовая руда. Короче, у нас все в ажуре. Даже несмотря на то, что я все продудонил. Ну что ж, предлагаю тебе восстановить нашу экипировку и оружие. Приступим к ковке. Но сперва я хочу сделать квест. Гонка вооружения. И первое, что мы с тобой сегодня скуем, это сделаем кобальтовую саблю. Давай посмотрим, сколько он... О, блин, я голодный. А сожрать-то нечего. Сейчас я быстренько в лес бегу, ягодки соберу. Ты только посмотри. Кобальтовая сабля, она самая мощная. После нее пока что еще никаких новых мечей не придумали. Это же опупительно. Так, единственное, мне нужно посмотреть, есть ли у меня рубины. Я их, по-моему, в больших количествах собирал. Да, вот, отлично есть. Также мне нужны полоски грубой кожи. Эй, точнее, крепкой, но они есть. Правда, их маловато. Хотя нет, хватает. И мы уже прямо сейчас можем с тобой сделать эту кобальтовую саблю. Так, ух ты ж, как она классно выглядит. На самом деле, так же, как и золотая. Поэтому нужно придать ей интересную форму. Рукоятка у нас будет вот такая вот. Чтобы удобно было держать. Вначале я хотел сделать ее костяной, но в итоге пришел к вот такому концепту. О, уродски как-то получилось. Мда. Ну ладно, пускай какафоник процветает. Будь такой. Зато оригинально. Не как у всех. Создаем. Есть! У нас есть кобальтовый меч. Один из мощнейших мечей после джедайского, конечно же. И мы выполнили еще одно задание. Откроем быстренько журнальчик. Не дадут ли нам за это печеньку? О, да тут целых четыре кобальтовых солидка. Берем. Ништяк. Ну и осталось нам у Кокоши Керминатора. Робот-стража, по-моему, обитает под землей. И очень глубоко. Да еще и элитника найти. Придется изрядно покопаться в земле. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы возьмем в руки наш новый крутяцкий меч. Ух ты, какой он здоровый. Ты посмотри, он больше меня. Идем на свет. О, ядрен батон. Ну, в принципе, вот так вот, если смотреть, выглядит очень опасно. Правда, я резцы с другой стороны сделал. Ну, да пофиг. Какой же он здоровенный, а. О-хо-хо, какие звуки издает. Ну, все, теперь с этим мечом мне вообще ничего не страшно. Следующим мы сделаем вольфрамовую механическую рубилку. Но, правда, у меня не хватает крепкой кожи. Поэтому отправляемся за кожей. Медведи, здорово. У вас крепкая кожа? Да по-любому. Сейчас отдерем. Иди сюда. Опа. С трех ударов. Офигенно. Вот это мощь. Ну-ка, шкура медведя. Ну, точно. Сейчас-то мы ее и переработаем в крепкую. Блин, ее можно перерабатывать в грубую. Ага. Вот они, те ящеры. Вот у них-то очень крепкая кожа. Вопрос только в другом. Я совсем голожопый. И у меня нет брони. Один только крутой меч. Смогу ли я их покромсать? Ну что, сейчас-то и проверим. А ну иди сюда. Синеглазка. О-о-о, тихоня. Тихонечко. Тьфу-ты-нё-ты. Как расплюнуть на раз-два. Ну-ка. Крепкая шкура. То, что нужно. Отлично. Еще парочку сейчас грохнем. Пора уже уменьшить популяцию этих ящеров. И меня чертовски раздражают. Сколько у меня там крепкой шкуры? Целых шесть штук. Маловато будет. Надо бы еще набрать. Здорово, дядь. Че, сам подойдешь? О-о-о, спасибо. Не надо даже бегать за тобой. О-о-о. Вот этот механизм. Жесткая вещица, слушай. Я точно хочу переделать эту штукянцу. Я хочу сделать, чтобы здесь не молотки были, а лезвие. Такое круглое лезвие, которое будет пилить, а не рубить. Для этого нам понадобится сделать из вот этого круг. Правда, у меня получится неровный. Но да ладно. О-о-о. Это ужасно. А если я из топоров просто сделаю лезвие? Вот такие вот. Хопа. Хоп. Во. О-о-о. Хм. А если мы сделаем его вот так вот? Ты прикинь. Это получается только один топорик могу такой сделать. А вот эти два оставшихся? С ними, походу, беда, да? Хм. Ну, это не звездочка. Это я, типа, круглое лезвие хотел с зубцами нарисовать. Ну, в общем, как-то так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я голодный, я сейчас кони двину. Так, быстро хавать. Так, где моя рубилка? Ух ты. А, смотри-ка. В итоге у меня теперь все звездочки. Ай-ай-ай. Надо было все-таки дорисовывать лезвие. Ну, ладно, теперь я буду знать. Пойдем попробуем срубить дерево. Ох ты ж, ничего себе, как это быстро. Ядрен батон. Да я ж теперь тут все вырежу к черчам. Мне теперь очень интересно посмотреть, как будет работать бензопила. Насколько шустро же она будет рубить-то, прикинь. Одно касание, и дерево срубится. Хо, это было бы круто. Ну что ж, приступим к следующему этапу. Мы соорудим кобальтовый бур. Каким у нас будет кобальтовый бур? Ну, во-первых, шестеренки мы заменим квадратиками. А то, чё, все шестеренки, да шестеренки, все такое круглое должно быть. Я вот хочу квадратное. Естественно, тут будет дырочка. Вот так вот. О, ну, в принципе, словно коню рога приделали, да? Не к месту, не к росту его. Ну да пофиг, это же для меня, любимого. Значит, бур, сам бур. Сделаю его вот таким. Ёлочки, да? Но не совсем. Наполовину такая, наполовину вот такой вот треугольник будет. Ручечку. Ручечку мы сделаем, типа, это кость гоблина. О. Главное, чтобы на это собака не кинулась. Следующая шестереночка у нас будет... А давай просто кружочек. Вот так. Ну что, ты готов увидеть мою новую ослепительную броню? Смотри. Та-да-дам! Даже плащик сзади есть. Ха-ха, какая она просто золотющая. Шлем, конечно, не в тему. Но зато он круче в плане брони. Сейчас я его сниму. О, вот это красава ваш П. Чувствую, что с такой броней мне уже стало по барабану на все. Поэтому можно отправиться куда-нибудь в глубокую пещеру. Или подземелье. И навалять люлей там элитному роботу-стражу, например. Ну вот и настал этот замечательный день. А может и не замечательный. Все дело в том, что мы сносим эти стенки и переезжаем на другое место жительства. Я даже не знаю. Это немножечко грустно. Я все необходимые ресурсы забрал себе в мешок. Осталось только снести дом. Думаю, нужно приступить с надписи Велком. Эх, ладно, поехали. Хопа. И нет стеночки. О, как это? Ну, я даже не знаю. Это... Остались одни двери. Ну и куча ящиков. Ладно, двери прощайте. Закроем их напоследок. И уберем. Ну, вот, собственно, и все. Снос дома произошел довольно-таки успешно. Осталось всего четыре сундука. Это сундуки и сокровищ. Дело в том, что я их не могу убрать, потому что в них кое-что есть. Здесь куча душ, доспехи поломанные. Здесь у меня кожа. Ну, короче, куча кожи, травы. Тут что у меня? Снова души. Здесь есть интересные. Ну, и тут у меня глаз робота. Давай-ка я его лучше заберу. Факел выкину, а это заберу. Во. Ну, вот, теперь точно все. Три сундука с сокровищами. Возможно, их кто-нибудь найдет когда-нибудь, а может и нет. В принципе, там не так уж много чего и ценного. А может быть, я сюда когда-нибудь вернусь и поностальжирую, что... Ну, все, хватит нюни распускать. Погнали. Опачки, ты только глянь. Это же элитный дрон пустоты. Пока я тут искал местечко, где обживиться, наткнулся на него. Ну, что ж, пойдем разберемся с ним. Иди сюда, дружище. Тьфу ты, ну ты, как я его быстро вообще уделал. Элитник, один на один, вынес как нифиг делать. Отлично. Лазерный меч. Шикарно просто. А, инвентарь переполнен. Это печаль. Что выкинуть? Давай вот это, глаз робота выкинем. Подберем меч. О, да. Какой же он крутой. Еее. Ну, а душу я его не буду брать. Ну, как тебе? Вот здесь-то мы и обоснуемся. Будет дом на горе. А вот это, кстати, опасная гора. Помнишь, здесь черепок был? Как раз напротив нее. Надо будет какой-нибудь парящий мост туда проложить. И просто напрямую в эту опасную гору спускаться. Ну, а то, как я буду обустраивать свой новый, долгожданный, шикарнейший дом. А может быть и замок, висящий на горе. Ты узнаешь в следующей серии. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайкосик под видосик, оставлять свой коментосик. И подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok